Ровно сутки думал Геннадий Махмутов, идти или нет на службу по контракту. В начале 90-х он проходил срочно и в Сызрани, и сегодня решил все-таки приехать на пункт отбора. Отец тоже добровольцем был, в Афганистан пошел, но я по его стопам, так сказать. Здесь больше патриотизм, на денечку тоже. Будет что, семье. В день ВДВ на второй очереди набережной Волги развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в Самарский батальон, который сейчас формируется на территории региона. Самарский батальон – это именное подразделение Самарской области, которое будет выполнять задачи специальные, и они формируются из жителей Самарской области. Даже если граждане прибывают из других регионов и призываются через наш военный комиссариат, через наш пункт отбора, мы их можем рассмотреть. Здесь необходимы условия, необходимо зарегистрироваться на территории Самарской области, либо постоянно, либо временная прописка. Беседы с потенциальными кандидатами также ведут контрактники. Граждане интересуются условиями службы и требованиями к будущим солдатам. Стоит отметить, что в Самарский батальон берут даже тех, кому исполнилось 60. Контракт заключается не менее чем на 6 месяцев. Тем, кто успешно пройдет отбор, предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. А также льготы и социальные гарантии. Кандидат к нам в день обращения пишет заявление на военную службу контракту, что хочет поступить. И обращается в свою районную военкомату, где получает весь перечень необходимых документов и направление на медкомиссию. Кандидат, в принципе, формирует все это личное дело и прибывает к нам. Помимо мобильного пункта, который будет работать до 10 вечера, 2 августа в областном центре действует еще и круглосуточный на улице Ленинской, 147. Только в этом году на контрактную службу в войска отправились более 400 жителей региона. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.